Всем привет! С вами Александр Набасов и сегодня мы проходим карту Шериф 1. Это моя карта, поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и мы сегодня будем проходить на Шерифе и, может быть, на помощники Шерифа. Эта карта сделана для двух человек и проще всего, конечно, играть здесь на помощники Шерифа, но если вы хорошо играете, вы можете поиграть на Шерифе. Но я выберу помощника Шерифа, потому что у него есть дробовик. Берём оружку и вот что у нас получается здесь. Смотрите, вот у меня, смотрите, и оружие здесь есть. Берём, берём оружку, прицеливаемся, смотрите, мы стреляем сначала в этого. Вот, помечаем их, помечаем всех врагов, которые здесь есть, которые, возможно, есть, которые, возможно, нам пригодятся. Те дальние уже не помечаются, походу, только ближние. Да. Но даже этого достаточно уже. Так, мы можем попасть сюда, мы можем попасть туда. Вот, мы можем их отметить, чтобы у нас подмоги не было никакой. И мы должны успеть их всех убить. Поэтому пытаемся сделать это. Начинаем стрелять. Так. Меня спалили, но это ничего, потому что можно, в принципе, сделать так. Взрываем вот эту вот штуку. Нацеливаемся на этого челика. И убиваем его. Дальше идём к следующему челику, который нас, стоп-сидно, запарит, наверное. Всё-таки, я думаю, что он запарит. Но у него не попал. Ладно. Достаем дробовик, готовимся к бою. К дробовику. Так, мы должны сейчас всех так, пытаемся любыми способами отсюда быть живым. Так, здесь у нас есть восстановление, поэтому не надо ничего бояться. Патроны у нас есть, пистолет, там всякая-то. Мы убили троих уже пулеметчиком, но это ещё не всё. Поэтому, потому что челик ещё сеет на пулемете. Так, достаем опять нашу пушечку, перезаряжаем её. У нас ещё есть патроны. Поэтому вот так вот пили. Всё. В принципе, всё нормально. Этой штуки ещё не было. Я ещё никто не активировал. Никто не активировал. Осталась одна сигналка, она находится вот там вот, как нарисована на карте. Нам придётся на гору забираться. Поэтому нам понадобится оружие. У нас оружие, в принципе, есть. Я брать его не буду, но я возьму автомат. У одного из них есть автомат. Но я заменю не дробовик, а я заменю, например, ну, я возьму пистолет и заменю револьвер. Потому что мне револьвер не нужен. А так, в принципе, мне всё нужно. Можно взять тут патроны. У кого-нибудь из них. У кого есть оружие. Так. И мы теперь смотрим. У нас здесь есть всякие взрывоопасные такие штуки, которыми мы можем взорвать эти штуки. Но я их не использовал, потому что это слишком просто будет. Здесь ещё есть. Можно их взорвать, если успеть. Но мы сюда пришли не за этим. Так. Достаем пистолет свой. Ладно, пистолет. Так. И теперь делаем вот так вот. Одного. Так. У него тоже должно быть оружие. У него автомат. И пистолет. Так. У нас всё есть. Они здесь сидят. У них анимация то, что они могут здесь сидеть. Здесь раз, два. Два пулемёта у них. Они проломали эту часть. Чтобы машина могла выехать. Так. Здесь мы подбили немного. Мы можем подбить полностью. Взорвать. Но, в принципе, сигнализацию они уже никак никого не позовут. пытаемся пробраться дальше. Здесь вообще можно работать только с пистолетом. Тут такого опасного нету. Просто вот можем из пистолета всех, в принципе, завалить. Тут самая проблема то, что если у вас сигнализация включилась, то там вот это проблемное, потому что враги из-за всех щелей вылезают. и поэтому это может у вас не получится пройти. Поэтому так вот без тревоги можно пройти в принципе достаточно легко. Так, 11 патронов у меня есть. В принципе, у меня должно хватить, потому что сейчас у меня раз два попал, не знаю. Нет, не попал. Два, по-моему, попал. Попал? Нет, не попал. Попал. Так, и еще в принципе, больше нам не нужна снайперка, мы ее можем выбросить, но если она вам пригодится, то можете ее оставить. Так, они здесь сидят. Так, тут у них компьютеры, компьютеры можно сломать, если они вам не нравятся, если хотите, вы можете их сломать. Здесь есть телек какой-то, какие-то еще вещи. Вот это все вы можете отпинать, сломать, если вам будет проще так играться, то вы можете это все сделать. Так, допустим, я это все сломал, мониторы сломаны, тут все, что было, все сломано, пиццу вы тоже можете сломать, можете забежать сюда. Но тут ничего нету, тут просто толчок, здесь видимо они спят и какие-то ящики, которые нельзя пользоваться. Здесь у нас радио, радио тоже можно сломать в принципе, чтобы они там не появились ниоткуда. Ну, главное вот эти вот тревожные эти штуки сломали мы. Тут больше ничего не надо. Так, автоматы не выпали, но забраться туда походу мы не сможем. тут не рассчитано на это. Ругов мы всех убили, тревоги не было, и поэтому мы можем прям чисто пройти эту карту без всяких проблем. Забираемся сюда забрались мы на гору почти. Я вам сейчас покажу один фокус, который не каждый игрок на этой карте знает, кто ее будет проходить и кто ее проходил. Те не знают, что здесь есть кошка. Они пытаются куда-то отбежать туда. Короче, здесь есть кошка и по ней забираются вот так. Но это еще не все. Это еще не все. После того, как забрались нам придется еще прыгать и прыгать. И здесь есть всякие ловушки, типа из которых выбраться нельзя вообще. Пытаемся прыгать. Ну видите, тут я сделал так, что прыгать тут сложно вообще на самом деле запрыгивать на все эти штуки. Но это возможно. И мы добираемся до сюда. Но вы не понимаете, что вы здесь делаете. Вы прыгаете сюда и пытаетесь пробраться максимально к этой штуке и здесь у вас будет вот, видите, это ловушки такие вот, из которых выбраться невозможно в принципе. Добираемся до определенного места. Сейчас скажу, каковы. Добираемся вот так вот, как я показываю, именно как я прохожу. Вот. Опять ловушки идут дальше. просто чтобы вы знали. Вот эти ловушки, из которых сложно выбраться. Вот они идут. Так, вот мы добрались, вот следующая кошка идет. Прыгаем сюда. Сюда попрыгаем. И теперь по кошке можно забраться. Сразу видно вторую кошку. Но там, наверное, сложности не будет вам забраться туда. Она тут сразу прямо работает. Даже прыгать не надо никуда. она здесь нормально работает. Но вас начинают палить. Палят вас с вышки, поэтому в принципе надо с вышки снять. Вообще по идее надо забраться изначально туда и спрятаться. Но можно и так, потому что он чекает. Мы его снимаем. В принципе все самое сложное прошли. Но вот это мало кто может запрыгнуть сюда. У людей проблема с вот этим. Не получается запрыгнуть. Не получается запрыгнуть. Вы сами понимаете. Но прикол тут в другом. Вы должны взять вот так распрыжку сделать и забраться. Потому что это возможно. Вы должны прямо вот так вот и запрыгнуть. Это возможно. Вы должны именно распрыжку сделать, а не так пытаться как-то запрыгнуть. именно должна быть распрыжка у вас. Так меня могут запалить. Так что давайте сюда сделаем. Так нас полет. Этот камень тоже он фейковый. Через него можно делать прострелы всякие. Поэтому пользоваться я им конечно не буду. Достаем если у вас есть снайперка. Я буду работать со снайперкой. Вот. Ломаем последнюю сигнализацию чтобы они не смогли ничего сделать и теперь можно так нас не палит. Прекрасно. Кто-то кинул динамит. Так но мы спалили уже этого черика. Спалили. гранат здесь никаких нет. Так 0 патронов у меня. Так мы начали палить уже. Ну тут бит тут ничего такого интересного нету в принципе. Пулеметчик нас палит. Тут самое опасное это вот черепки. нам надо дострелить в принципе до этого. Они сюда не заберутся. Они боятся сюда забираться. Они ходят именно по той штуке. И вот мы с пистолетом можем в принципе всех посадить уже на пистолет. Главное чтоб они вас не замечали. Вот они начинают стрелять. Палить и не значит делать. Вот мы раз и раз не знаю попадаю не попадаю наверное нет. Пистолет берем. Но вы понимаете вот он бегает там. немного попало меня. Но можно делать вот так вот. Пытаться как-то его выманить. Убили мы самого такого сложного пулеметчика. И теперь мы можем вот из двери выходит и его сразу убили раз. Немного не попадая. Ну ладно. Сидит у нас задверка еще один. Прострелами пытаться сделать. Так он идет к двери. Тут мы его испарим. Он последний так что давайте как-нибудь из дробовичка поймаем. Все ребят всем спасибо за просмотр снимая на вас и себе